Уже с первых сцен ключ жизни производит впечатление смешного, ироничного, оригинального фильма по-хорошему доброго и необделенного интересной подоплекой, позволяющей выделить этот фильм среди многих других, выходящих непрерывным потоком. Ирония. Слово, как нельзя лучшее, подходящее к этому фильму. Насмешка над судьбами героев, жизнь играющая в игру, персонажами которой оказались разочаровавшиеся в жизни Такесси и успешные Синитиро, по саркастическому стечению обстоятельств, поменявшиеся местами. Не иначе, как для забавы, злой и черный. Но если не так, то как же объяснить истинную цель этой истории? Показать, каковы герои на самом деле? Велик соблазн спойлеров перед таким фильмом, который на проверку оказывается куда глубже, чем можно было подумать. Завязка проста и банальна. Готовый к суициду Такесси, неудачливый актер и обладатель набора денежных долгов, становится владельцем квартиры и другого имущества богатого Синитиро. Понятный исход. Юмор будет просекать в ключе сравнение столь разных героев. Один балбес, которому бог послал кусочек богатства. Другой бедантичный и утонченный, забыв обо всем, оказывается в дряхлой лачуге первого героя с 1142 йенами в кармане. И очевидно, что столь успешный Синитиро, не забыв свои рефлексы и характер победителя, которым насквозь пропитан его мозг, назло такессии сможет выбраться из столь бедственного положения. Но все было бы так просто, если ключ жизни был бы плоским фильмом. И сказанное раньше не раскрывалось бы в первой четверти фильма. И режиссер Кензи Учита, автор еще двух фильмов, не был бы творцом, если сделал бы проходной фильм. В какую же жизненную ситуацию нужно попасть человеку, чтобы он раскрыл в себе невиданные до этого черты? Стал чуть более целеустремленным и уверенным в своих действиях? Или же более человечным, отзывчивым? Да и вообще, обязательно ли куда-то попадать, чтобы воплотить свою давнюю мечту? Стать актером или обрести свою любовь? В итоге, достаточно сказать, что это один из самых интересных японских фильмов 2012 года. Простой по сюжету, но глубокий по содержанию. И главное, он попросту смешной. Чего только стоит сцена обучения Такесси актерским уроком? Как правильно умирать при ножевом ранении?